Привет, любители истории! Такая вот интересная фотография с необычным комментарием попалась мне на глаза. Давайте посмотрим вместе. Фото из прошлого. Трудно жили в советское время. Эти одинаковые маленькие кухни с обшарпанным кафелем. Это старая посуда, это жутковатая грубая мебель, которую, чтобы сберечь, заворачивали в толстую клеенку. О моде вообще говорить не приходится. Носили все одинаковое. И унылое до жути. Эти мрачные рубашки, брюки с подтяжками. Можно было добыть что-то посимпатичнее у фарцовщиков. Но откуда деньги у молодого специалиста, только закончившего вуз? Бррр, как вспомнишь, аж передергивает. Хорошо, что больше нигде так не было. А что же на самом деле? Узнаете молодого человека на этой фотографии? А если рядом поставить еще одно фото, сделанное на этой самой кухне? Теперь полегче? Конечно же, это Джон Леннон. Джон Леннон, который после занятий пришел к своему другу Полу Маккартни для того, чтобы сделать чай. Молодые люди, вероятно, репетировали, обсуждали, обсуждали свое творчество, обсуждали песни, обсуждали то, что вскоре станет мировой сенсацией. Ну а здесь мы видим их, такую вот обычную бытовую цену. Многие люди не верят, что кухни Англии выглядели именно так. Но если вы посмотрите подборки фотографий 50-х, 60-х годов, вы увидите, что многие британские семьи жили очень-очень небогато. И то, что казалось советскому человеку, что там будет что-то невероятное, все выглядело довольно-таки обыденно. И сейчас действительно некоторые из этих фотографий можно вспомнить с тем самым советским бытом. Бытом, конечно же, простых людей, не партийной номенклатуры, не те, кто был, скажем так, приближен к верхушке. Итак, Джон Леннон, Пол Маккартни, кухня и чай. Настоящий британский, как говорила потом Якоона, именно тот самый English Breakfast Tea. Кстати, уже в 80-м году Якоона и Джон много спорили о том, как правильно заваривать чай. И тогда в моду вошел именно пакетированный чай. Джон утверждал, что сначала нужно обязательно положить пакетик и только потом доливать горячую воду. Йока не придавала этому особого значения. И вот однажды в 80-м году Джон пришел страшно расстроенный. Оказалось, он поговорил со своей теткой, и тетка сказала, что он все время неправильно заваривал этот замечательный напиток. Сначала нужно было наливать горячую воду, а лишь потом бросать пакетик с заваркой. Джон был расстроен, он рассказал это Йока. Йока сказала ему, неужели мы все время заваривали чай неправильно? В ответ оба рассмеялись. Это был последний год жизни Йока и Джоны. И одно из последних совместных чайпитий. А пока все только начинается, Джон Молот, Пол Ансил, Пол Тоже. Вскоре будет создан ансамбль, который прогремит на весь мир. И его слушают до сих пор. Подписывайтесь на канал, впереди много интересного. Изучаем историю вместе. Рассматриваем старые фотографии. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok